Нас лишили всех прав и состояния, извините, а отсюда и проистекает все наше бесправие и весь тот бардак, который в стране творится. А народ более 60 лет во все это не вникает и этого не видит и не понимает. Вот всем, кто меня услышит, народ, как нас обманывали, через что нас обманывали, а механизмы-то очень хитрые. Понимаешь, какие чудеса у нас вообще происходят? Не слушайте ее, только меня слушайте. И СССР вашим мы не примем. То есть все, мы не возьмем, мы не примем. Если у вас написано место рождения СССР, то мы не примем. Никакого СССР категорически нет. Два или три раза вырывала у нас эту форму, чуть ее не провала. То есть вот так Российская Федерация показывает зубы нам. Тем не менее, мы находим на нее праву. По документам получается, что мы сами от всего отказались. Документально вы свои права на землю, на ресурсы, на финансы подтвердить ничем не можете сразу после смерти Сталина. Вот у нее написано НКВД СССР. Как так у нас получается, что у нас гражданства вообще нигде нет? У нас родину отняли целиком через вот эту простейшую, элементарнейшую махинацию. И именно через персональные данные они у нас все отнимают. Штампик этот чпокнуло. Это в базе будет? Нет, не будет. Особенно те, у кого были сталинские паспорта. Получается, чтобы документам советского народа никогда и не было. Персональные данные, через которые система имеет нас, как только пожелает. Нам все равно придется решать эти вопросы. Несметные сокровища приватизационные. Наконец-то дали честный ответ. Переводные рубли по расчетам с МБС. Вот эта Россия РФ, она не является ни страной, и территории у нее нет. Тут какая-то территория появилась в Российской Федерации. Хотелось бы ее увидеть. Предъявите документы на основании чего? Грабеж, по сути, грабеж. Услышал, да, рубль? Не российский рубль. Вот что такое эти ББРы. Вот какие чудеса-то, когда начинаешь выяснять. То есть у людей вообще память уже стерли. Очнитесь! Так, я немножко хочу завершить про форму А1П, что не сказала, и новая информация какая есть. Ну, ты посмотрел, да, то, что я тебе сбросила, как они сейчас дела стряпают по микроскопической форме А1П, которую прочитать нельзя. Увидел, да? Ну-да. Вот. Помимо этого, посмотри, пожалуйста, они приложили электронную выписку из системы российский паспорт. Приложили туда все типа данные, да, обо мне. Владивостокский паспорт, который недействительный. Там, кстати, заметил, да, что место рождения указано СССР. Заметил ты это? Прочитал? Конечно. Вот. То есть получается, что вот в этой базе электронной они мне пишут СССР, хотя все остальное капслоком и области, и город, да? А в паспорте они категорически отказываются СССР ставить, да? Только РСФСР. А в этой форме РСФСР нет, СССР стоит. Понимаешь, какие чудеса у нас вообще происходят? Что выясняется? Какие удивительные вещи. Стоит прописка моя, которая в 2011 году прекращена. У меня где-то даже есть листок убытия, надо будет тоже его приобщать везде. То есть типа я прописана в Владивостоке, хотя я в 2011 году снялась с регистрации. То есть вот такие там фальсификации идут. И этот так называемый судья-синёк, да, который дело проводил, он категорически прям слова не давал сказать. Я хотела все эти вопросы задать. Он меня обрывал, говорил, у вас нет права задавать вопросы. Представляешь? Всё, молчите, сидите. Я там одна была, без защитника, без всего. К сожалению, я это не записала на видео, а когда в конце он мне вместо... Сначала-то он сказал, участие, вам никакой организации не вменяется, а в конце всё, организация. Но я там одну ошибку, конечно, допустила. Он когда задал вопрос, вы уведомляли, вы подавали уведомления? Мне не нужно было говорить, что не подавали, потому что на самом деле я и не знала точной информации, потому что я не была действительно в числе организаторов. И не надо было мне так отвечать. Мне нужно было по-другому ответить, что я просто не знаю этой информации. А так получается, как будто я её знала, ну и как будто сама признала, что я была в числе участников, организаторов. В общем, допустила такую оплошность. А в зал я как вошла. Я вхожу в зал сейчас, вот второй раз мы ходим на заседание по ипотеке, первое у нас было. Мы вместе зашли в четвером, по-моему, или в пятером. И я сразу говорю, мы сюда заходим, как советский народ-хозяин, советский человек, обладающий всеми правами и свободами в полной мере, запрещаем вам нарушать, ограничивать, ущемлять наши права. Требуем занести всё это протокол. И вот на это заседание, на которое они меня после изолятора притащили, я точно так же зашла, говорю, я советский человек, обладающий всеми правами и свободами в полной мере, ну вот всё это сказала, запрещаю там ограничивать, ущемлять, и требую занести всё это в протокол. Он секретарю, не слушайте её, ничего этого не заносите, только меня слушайте. В общем, вот так, ни одного слова, как только я начинаю вопросы задавать, он меня затыкает, у вас нет права задавать вопросы. В конце я потребовала объяснения на основании чего, мне вдруг пришили организацию. Он, я ничего не отвечаю, всё-всё-всё, всё закончено, до свидания, до свидания. И побежал. Вот по сути просто забежал от всего от этого. Но я им письменно уже всё отправила, три документа. Особенно последний очень интересный, я потом тебе сброшу его, когда наберём на компьютере, чтобы люди это использовали тоже. В общем, вот так, идёт полный беспредел со стороны Российской Федерации, фальсифицируют документы, что попало, прикладывают, непонятно вообще, что там написано в этих документах, почему. Объяснений никаких давать они не собираются, но их нужно принуждать. Давать нам все объяснения по всем вопросам, которые я тебе задала. И смотри, он рассказал сейчас, я имею в виду. И ещё один момент. У нас, вот мы, наверное, год уже заполняли спокойно эти формы 1П, писали место рождения СССР, СФСР, что мы из гражданства СССР по своей воле не выходили. И они год, может быть, даже больше спокойно всё это принимали. У меня приняли форму, даже написано имя, отчество, фамилия. То есть не ФИУ я написала по строчкам, а имя, отчество, фамилия. И так форма принята. Последний раз мы приходим, она нам говорит, нет, категорически мы вот это вот имя, отчество, фамилия не принимаем, переписывайте ФИУ. И СССР вашим мы не примем. Когда мы пошли получать, я и девушка одна, я тебе уже рассказывала, вот эту форму, как зачеркнули нам СССР. А потом я вписала, и она тоже вписала. А теперь они перестали принимать, если есть запись СССР. То есть всё, мы не возьмём, мы не примем. Если у вас написано место рождения СССР, то мы не примем. Хотя тут же мне выдают вот эту выписку из российский паспорт, где у меня написано СССР месторождение. Представляешь, о том, что творится? Но я тоже нашла выход в этой ситуации. Вот у нас женщина одна ходила последний раз, недели две назад, сдавать. Точнее, сдавать она ходила 10 дней, две недели назад. А потом мы пошли когда-то получать. А при издаче у неё категорически отказались брать СССР. То есть вместо рождения, вот как у вас свидетельство написано, РСФСР, только так и пишите. Никакого СССР категорически нет. Я ей сказала, хорошо, оставьте просто место небольшое, напишите РСФСР и сдайте, чтобы они приняли. А когда мы пришли получать, первое, что мы сделали, мы вписали туда СССР. И они с этим делать уже ничего не могут, как она там не вопила, два или три раза вырывала у нас эту форму, чуть её не порвала. Но мы всё равно записали всё, что мы хотели. То есть вот так Российская Федерация показывает зубы нам по этим формам 1П. Но тем не менее мы находим на неё управу. И надо, чтобы сейчас все это делали, Антон. То есть получается, главная проблема в чём? Мы остаёмся советским народом-хозяином, советскими гражданами, можно сказать, обладателями там несметных наших советских богатств, достояния всего советского, всех активов. Мы продолжаем оставаться. У нас никто этого отнять не может. Но по документам получается, что мы сами от всего отказались. Вот нигде нет у вас СССР. Вот нет. То есть, понимаешь, против очевидного факта идут, я им говорю, дорогие мои, вы сами понимаете, вы родились в Советском Союзе, вы понимаете, что РСФСР отдельно от СССР не существовало, что выдавали нам эти документы, выдавали государственные советские органы. Вот здесь на бланке написано СССР. Прямо внутри, специально. Видимо, для таких случаев писали те, кто это всё разрабатывал. Вот написано СССР. Нет, от руки у вас нигде не написано. То есть, вы типа доказать не можете. То есть, документально вы свои права на землю, на ресурсы, на финансы подтвердить ничем не можете. Понимаешь, в чём проблема, Антон? А большая проблема, что народ в это вникать не хочет. Народ сам от всего отказался. Вот кого там встречаешь, да, случайно, там, в ЗАГСах или ещё где-то, спрашиваешь, почему у вас не стоит страна, республика вашего рождения? Как стоит? Я говорю, ну, покажите, открывают документы. Нет, не стоит. А, у меня стоит Россия. А девушки за 30. Видно, что за 30. Я говорю, какая у вас Россия? Ну, как же я в России родилась? То есть, у людей вообще память уже стёрли, понимаешь? У людей памяти нет. Я говорю, как вы родились в России? Вам же больше 30 лет? Какого года? Она там 80 какого-то. Я говорю, ну, да где вы родились? Вы родились в России. Я говорю, какой Россия? Вы родились, девушка? Очнитесь. Она, а, вы думаете, я веду СССР? Я говорю, конечно, вы в СССР родились. Понимаешь, насколько у людей стёрли память, им приходится её пробуждать. Вот. Ну, а те, кто проснулся, они так и понять не могут. Вот создают какие-то Верховные Советы, какие-то кооперативы. Вот с такой ерундой заняты людям. А нужно заняться всего лишь изучением своих документов и вот этой правовой реальности, в которую нас погрузили. Вот эту искажённую, перевёрнутую с ног на голову. То есть по документам получается, что мы все сами отказались от своих прав. Что никакого СССР и не было никогда. Это нам вообще во сне приснилось. Понимаешь? А права-то наши все на землю, на финансы, на ресурсы, на прочие вещи, на средства производства и прочее, прочее. Всё достояние Родины. Они-то остались в СССР. Понимаешь, насколько вот у нас всё перевёрнуто, искажено. Я хотела тебе в основном про ЗАГСы сейчас рассказать, да, потому что мы эту тему в прошлый раз вообще не затронули. Чтобы люди не поняли, что вот форма 1П, там решаются наши проблемы. Она не решает наши проблемы. Люди должны понять и разобраться, что вот эти проблемы, когда у нас из-под ног Родину выбивали постепенно и пошагово, через документы, они начались в глубокие советские времена, сразу после смерти Сталина. И, возможно, даже раньше. Вот я взяла справки о рождении отца, матери, свою справку о рождении. Единственное упоминание об СССР стоит у меня, у мамы, 48-го года рождения. Вот у неё написано НКВД СССР. Я потом тебе тоже вышлю. То есть у неё государственный орган СССР. То есть вот здесь можно зацепиться и сказать, вот, извините, государственный орган СССР выдавал этот акт, составлял этот акт о рождении. А у отца 49-го года уже нет этой записи. У него стоит МВД Кемеровской области. Всё. Ни СССР, ни РСФСР. Какой МВД, какой Кемеровской области, в каком царстве и государстве. Это 49-й год. То ли книги уже были переписаны поддельно, то ли действительно там какие-то уже изменения шли. И самое главное, что у нас нигде ни в актовых записи, ни о рождении, ни даже о заключении брака нигде не указано гражданство. То есть вот я беру справки о заключении брака бабушек, дедушек, отца, матери, да. Там везде стоят прочерки в гражданстве. Я задаю вопрос заведующей и девочкам, которые там выдают. Дорогие мои, у нас в брак могли вступать граждане разных государств и разных республик. Правильно? Да кто угодно мог вступать в брак. Вот. Граждане разных государств. Родиться от них могли дети с каким гражданством? То есть ребёнок мог выбирать гражданство. А если вы в актовых записях это даже не отражали, то о каком гражданстве, о какой законности, о чём вообще тут вести можно речь. Вот я задаю вам вопросы, говорю, как вы могли в записях о регистрации брака не писать гражданство? Как? Руками разводят. Ой, а в каком году это было? Я говорю, извините меня, я же не конкретно к вам, как человеку предъявляю эти, задаю вопросы и требую ответов. А как органу? Вы же занимаетесь этим, вы преемники там, продолжатели, не знаю, кто вы там, да? Но вы специалисты, вы должны вникать в первую очередь во все эти вопросы. Как так у нас получается, что у нас гражданства вообще нигде нет, и СССР у нас нигде не написан? То есть получается, что у нас Родину отняли целиком через вот эту простейшую, элементарнейшую махинацию, а народ более 60 лет во всё это не вникает, и этого не видит и не понимает. А с лишением нас Родины, нас лишили всех прав и состояний, извините, а отсюда и проистекает всё наше бесправие и весь тот бардак, который в стране творится. Друзья мои, у нас Родину переписали какие-то добрые дяди на себя по документам, и якобы мы сами от всего отказались и ни разу не заявили, что это не по доброй воле. Подписи согласия везде подмахиваем, на всё согласное, на блокировку, на искажение, на фальсификации, на всё. Вот эта вот стандартная надпись во всех этих договорах, которые мы подписывали все эти годы, что мы даём согласие на обработку персональных данных, передачу, трансграничную блокировку, уничтожение, обезличивание. Понимаешь, на что мы им даём? И давали согласие я, не понимая, что вообще мы делаем. И народ до сих пор же не просыпается и не осознаёт реальность, в которой он живёт, и что всё это происходит с нашего согласия и молчания, просто потому что мы не читаем, не интересуемся тем, что написано в наших документах, всё подписываем не глядя, берём не глядя. Понимаешь, да? Вот все эти годы поколения бабушки, дедушки, отцы, матери наши, тоже ж так брали, не читая. Ну, дали нам документы, подумаешь, бумажка какая-то, да, незначительная. А то, что к этой бумажке все наши активы, вся наша собственность и права все наши привязаны. И то, что мы в системе не как живые человеки там крутимся, да, а именно по персональным данным. И именно через персональные данные они у нас всё отнимают, все права и состояния. Ты же понимаешь, да, это Антон? А ты не писала, по примеру Натальи Рыбкина, в общем, о хищении паспорта и форме 1П? Нет, я не писала. Мы писали немножко по-другому, но это было уже очень давно, я текста не помню. Мы требовали вернуть, не помню, указали ли мы факт хищения, вот этого я не помню. Просто у меня-то как было? Ну, можно сказать, что хищение... Я замуж выходила в 93-м, у меня тогда был второй советский паспорт. И меняла фамилию, вот надо было мне фамилию изменить тоже. И, естественно, мне поменяли потом паспорт в 93-м при смене фамилии по вступлению в брак. И выдали уже РФовский. Естественно, я тоже не понимала. Ну, какая-то бумажка, ну, была одна бумажка, сейчас другая бумажка. Понимаешь, вот наше наплевательское отношение вот к этим документам, вот отсюда всё и пристекает. Нет, я не писала вот именно на хищение, но смотри, ещё по паспортам что скажу. Они, когда я начала всю эту эпопею с исправлением данных в форме 1П, да, мы стали требовать, чтобы они на странице 19 указывали все советские паспорта в том числе. Потому что они категорически не хотят их указывать и редко кому указывали. Особенно первые. Мы настояли, чтобы они указывали, но первый раз они, я же, может быть, говорила про это, на махинацию пустились, вместо заглавных букв серии указали маленькие, я это заметила, указала им на это. И после этого они перестали ставить данные советского паспорта всяческими там отмазками. Ой, мы не можем проверить, ой, мы послали запрос, ой, мы то, ой, мы сё, и советский паспорт не вносят. Я-то взяла форму 1, вот всем, кто меня услышит, народ, у кого были советские паспорта, срочно берите все копии формы 1 на советский паспорт. Вот что сделала я? Я взяла эту форму, естественно, заверенную на свой первый советский паспорт. И когда она мне отказалась ставить его на 12 страницы, на что она сослалась? Мы говорим, вот же у нас есть старождение, да, и в нём стоят данные этого первого советского паспорта. Ой, может, вы сами это поставили? Я говорю, да вы что? Ну, делайте запрос тогда официальный, подтверждение давайте, это ваша работа. Нет, я не буду этого делать. Я говорю, хорошо, тогда я достаю эту форму 1П, говорю, смотрите сюда, вот ваша, вот, заверенная вашей структурой, форма 1П. Вот они здесь данные, подтверждающие то, что написано в лице рождения. Сравнивайте и немедленно ставьте. Ой, как она там, преодолевая себя, пошла ставить, штампик этот чпокнула и от руки вписала данные моего первого советского паспорта. А Эля пошла после меня, у неё не было этой формы 1, но у неё была справка, она брак заключала здесь, в Новосибирске. Мы пошли в ЗАГС, взяли справку о заключении брака, а в справках о заключении брака обязательно указываются, естественно, паспорта. И у неё там был этот советский паспорт, и она достаёт эту справку и тычет её туда, в эту справку. Вот, пожалуйста, заверенная вашей гербовой печатью, вашей Российской Федерации, справка о моём браке. Вот, пожалуйста, данные советского паспорта. Требую написать. Ей ничего не оставалось сделать. Она пошла, вставила опять штампик и вписывала. Но я ей задаю вопрос, Елена Александровна, она тоже Елена Александровна. А скажите, вы вот те паспорта, которые вы до этого указали, они там в этом не от руки поставленном бланке, а на пропечатанном бланке, ой, в этом штампе, штамп пропечатанный. И там все данные вписаны, ну, на компьютере. А тут-то она от руки вписывала. И я говорю, а скажите, а вот это, понятно, в базе есть паспорта, а вот то, что вы сейчас от руки поставили, это в базе будет? Нет, не будет. Типа только у вас тут на страничке. Я говорю, а зачем нам просто на страничке, нам надо, чтобы это было в базе? Ну, типа, у нас нет такой опции, вот когда она у нас будет? То есть вот сейчас нужно всей страной просто принуждать их выносить в базу общую данные вот этих советских паспортов, особенно те, у кого были сталинские паспорта. Вот особенно те, чтобы все эти данные сейчас активировать. Получается, что они все, вот наша советская собственность, она как бы заморожена. Она как бы ничейная, она брошенная, бесхозная. Просто потому, что наши советские данные, наших советских паспортов и вот это место рождения у нас не указано. Они, наши советские данные, заморожены. Нас по документам не существует, нас нет. И никогда не было. Вот что самое ужасное, ты понимаешь, Антон? Получается, чтобы документа советского народа никогда и не было, не существовало. Чтобы какую-то справку не возьми, нигде у нас этих данных советских нет. Поэтому нам нужно всей страной, вот просто всех призываю, уже услышьте меня, третий год всех пытаюсь разбудить по этому вопросу. Займитесь изучением своих документов советских в ЗАГСах, в паспортных столах, соберите все эти документы. Мне говорят, ой, с этими бумажками ты бегаешь. Да я не с бумажками бегаю, я собираю данные, наши личные, персональные данные, через которые система имеет нас, как только пожелает. Просто потому, что мы наплевательски относимся к этим данным. Раздаем кому хочешь, забирайте их, кто хочет, делайте с ними что хотите. Вот такое у нас поведение, понимаешь, после более 60 лет. Люди никак не поймут, что они через эти данные доверяют целиком, каким-то бандитам управлять своей страной, своей судьбой полностью, целиком. А мы являемся единственным на планете народом, который из этой системы реально вышел. И у нас был реальный суверенитет. И мы реально всем владели в этой стране. Вот эти данные-то пособирать и увидеть механизм, нам нужно увидеть механизм во всех деталях вот этого обмана глобального и грабежа советского народа. Потому что если этот механизм мы не увидим, ну это как вот механизм, да, шестеренки, да, представляешь, да, большая, там, более, поменьше шестеренка, еще меньше. И вот этот механизм раскручивался, и он работает как часы. И если мы не понимаем, как он работает, как он устроен, мы ничего не сможем сделать с этой системой. Какие бы люди ни пришли к власти, нам все равно придется решать эти вопросы. Ой, давайте революцию, давайте там вот этих, тех, смысл-то, у вас в голове что-нибудь прибавится, если пойдете кого-то там помнить. Вы поймете, как работает система, вы сможете ей противостоять, сможете ее перенастроить, если вы не разобрались в механизмах ее работы. А механизмы-то очень хитрые, достаточно скрытые, да, когда начинаешь разбираться, то начинаешь их видеть. А народ-то в основном вообще не вникает в это, какие там механизмы, какие там документы, какое там что. Они в жизни этим не занимались и не читали даже своих собственных документов, по которым они живут и взаимодействуют, в общем-то, в этом мире. Друг с другом мы с системой. Понимаешь, в чем проблема? Главная проблема. То есть, когда мы соберем эти данные и когда мы увидим прямо вот в этих подлинных данных наших советских, как нас обманывали, через что нас обманывали, и как вот этот механизм обмана работает. Работал раньше и сейчас работает безотказно. Вот только тогда мы сможем все поменять. И самое замечательное, что нам не надо ждать революции. Мы уже сейчас можем это менять, меняя наши данные, проанализировав и поняв, где именно основная проблема или основные проблемы, и что именно нужно поменять в документах, и как нужно активировать вот эти советские данные, чтобы они не против нас. Вот сейчас все эти данные против нас работают, они, то оружие, которое наши советские предки для нас отвоевали и разработали для нашей защиты, наши враги взяли и используют против нас, просто потому что мы не разбираемся. Они-то обладают знаниями, умениями вот нас обманывать, обводить вокруг пальца, а мы в это даже не вникаем. И вот когда начинаешь вникать, начинаешь видеть, вот как работает механизм, и ты видишь, как ему противодействовать, и как его менять, как менять систему, реально менять, совершать юридически значимые действия. Давай сейчас по банку. Самое главное, что нам сейчас нужно сделать по банкам, что сейчас делаем мы. Нам нужно добиться от Сбера четких, ясных ответов на вопросы. Открывалось ли вот на наше имя, я тебе про это, по-моему, уже говорила, на наши имена, на имена наших родителей, приватизационные вот эти счета, которые обязаны были открыть на каждого советского гражданина в 1991 году. Приватизационные счета и приватизационные книжки с грифом «Приватизация». Ты документы почитал, да, которые тебе выслала банковские? То есть вник, да, как они должны были нас обеспечить, да, в период приватизации, счетами и книжками, да? Кто про это слышал? Ты слышал про это? Нет. Ну вот я тоже не встречала ни одного человека, который бы хотя бы про это слышал, Антон. Вот смотри, потом ты же опубликуешь этот документ для ответа по поводу как раз, они очень долго мне не давали вообще никаких ответов, что попало, писали. Хотя я задаю вам один единственный вопрос, вот на мое имя открывался данный счет и книжка или нет, ответьте просто, пока кулаком там не стукнуло, говорю, девочки, ну, вы уже подключитесь, заставьте их ответить на этот вопрос-то. Меня вот эта вода, которую они льют, не интересует, там, что, когда, это я прочитаю в интернете, какие законы издавались, мне один ответ нужен от вас, на мое имя открывался или нет. Потом еще по поводу мамы я задавала вопрос через нотариуса, ей тоже, что попало, ответили. Тоже есть у меня ролик об этом. Вскользь, скользь, вот как-то вот, как эти, пытаются выскользнуть, уйти от ответа. Последний раз написали, что в ПАО Сбербанк точно не открывался. Ну, ответ рассчитан на круглых идиотов, потому что в ПАО Сбербанк он и не должен был открываться, эти вклады должны были открываться в Сбербанке РСФСР. Вот смотри, что они мне дают ответ на этот вопрос по поводу приватизационного счета. Причем понятия подменяют вклад и счет. Я им даю вопрос, задаю счет и книжка, а они мне вклад приватизационный, в кавычечках. Вот они тоже любят эту махинацию использовать, там, про 810-е, где-то в кавычечках, где-то без кавычечек, да? И получается, что это разные понятия. То же самое и здесь. Вот основание принято в решении. Федеральный закон, федеральный закон, внимание, 2-го, 12-го, 90-го, 90-го года, Антон. Откуда у нас федеральные законы, когда еще у нас Советский Союз официально? Закон номер 395-1 о банках и банковской деятельности. Гражданский кодекс. Так, на основании закона РСФСР от 3-го, 07-го, 91-го, 15-29-1. Об именных приватизационных счетах и вкладах, а, и вкладах в РСФСР. Всем гражданам, всем открывались именные, именные приватизационные... Мне некоторые говорят, ой, у меня вот штампик в патпорте стоит, что мне ваучер дали. Я говорю, алло, народ, прочитайте внимательно. Это были именные приватизационные счета, в кавычках, в скобочках книжки, тире, государственное свидетельство о праве его владельца на долю в безвозмездно распределяемой государственной и муниципальной собственности, откуда была муниципальная собственность, опять же, на Советском Союзе, а также о его праве на использование приватизационного вклада в соответствии с законодательством РСФСР о приватизации. Для приватизационных книжек использовались бланки сберегательных книжек специального образца сберегательного банка РСФСР с грифом «приватизация» без всяких кавычек. Открытие граждан именных приватизационных счетов и выдача приватизационных книжек производилось отделениями сберегательного банка РСФСР на основании списков, составляемых органами государственной власти. Сумма, перечисляемая государством на приватизационный счет гражданина, устанавливалась государственной программой приватизации. Эти деньги на руки не выдавались. То есть там, естественно, мы должны были увидеть суммы, которые нам полагаются. Эти деньги на руки не выдавались, проценты не начислялись. Перечисление с этих счетов осуществлялось только на счет фондов имущества. Вот эти многочисленные... Где-то была информация про вот эти фонды, которые Горбачев, Раиса, там его... Видел, наверное, информацию? Да, всякий там фонд мира, фонд помощи, я не знаю, голодающей Африки. Ну, видел, наверное, там огромный список был. Вот про эти фонды, да, надо тоже... Не изучала информацию, что это за фонды имущества, да, и куда все наши деньги перетекли, где они часто находятся, вот все эти несметные сокровища приватизационные. Дальше. Приватизационный вклад мог быть использован в течение трех лет с момента принятия решения о перечислении государства на приватизационный счет гражданина. Ну, а потом в 93-м, типа, этот закон утратил силу. Три года давалось на все на это, и никто народу про это ничего не рассказывал. Ну, а народ и не интересовался. Да и народу не до этого было. Выживали все как могли, про зарплату годами не платили и так далее. И еще один момент по поводу банка. У меня есть советский старый счет пятизначный, и вот я по этому счету тоже стала их долбить, стала задавать им конкретные вопросы. В какой валюте этот счет открыт? Когда он был открыт? Кем он был открыт? Они тоже мне от ответов уходят. В какой валюте он был открыт и в каком соотношении эта валюта относилась и относится там к евро, к доллару, к юаню, к золоту, какое золотое обеспечение имеет и так далее. И вот по 80-му коду, да, они мне наконец-то дали честный ответ, что мой счет, такой-то номер пятизначный, был открыт до 91-го года в валюте рубль, а это старый советский счет, то ли 70-х, то ли 80-х годов. И вот всем нужно вот это тоже выяснять, у кого остались советские вклады и счета, все эти вопросы задавать и тоже информацию добывать от них. В соответствии с общесоюзным классификатором валют, утвержденным Тритатак Госстандартом СССР 84-го года, код валюты рубль 810, в скобочках, переводные рубли по расчетам с МБС. И вот наконец-то честно ответили. А я публикации давно про это делала, как они этот МБС-овский рубль, клиринговый он был сначала, потом, по-моему, в 65-м году они его сделали переводным для многосторонних расчетов. Вот это вот 810-й, вот это переводной или переводный клиринговый советский рубль для расчетов за страны ВСФ, Совет экономической взаимопомощи, через банк МБС. Вот что такое 810-й. И вот наконец они дали вот этот честный ответ. И вот это тоже нужно изучать, эту махинацию с 810-м, с 002-м. Где-то-то они по 002-му мне давали. Я вот конкретно, прям по пунктам номер 1, 2, 3, на такой, на такой, на такой вопрос. И они мне вот на 9 вопросов прям наконец-то начали отвечать. Четко и по существу. Сейчас я тебе скажу, что еще мне ответили. А вот по поводу рублей, кодов и так далее. Вот интересный момент, то, что я тебе сбросила, там у меня прям подчеркнуто это тоже у тебя. То денежные знаки, банкноты, билеты Банка России не являются объектами классификации. В соответствии с общероссийским классификатором валют, объектами классификации являются денежные единицы, в скобочках, валюты, стран и территорий. Уловил смысл? Нет, еще раз. Смотри, денежные знаки, банкноты, билеты Банка России не являются объектами классификации. Потому что объектами классификации являются денежные единицы валюты, стран и территорий. То есть, вот эта Россия, РФ, она не является ни страной, и территорий у нее нет в соответствии с этим ответом. Логично. Потому что банкноты, вот эти билеты, не являются объектами классификации. Потому что они являются только денежные единицы стран и территорий. Понимаешь? Вот они, честные ответы, кто понимает смысл. Дальше. Таким образом, РУР и РУП являются обозначением валюты в скобочках российский рубль. А в этих чеках во всех и в платежных всяких ведомостях, вот то, что нам на руки выдают, ордера и так далее, там везде российский рубль капсом написано. Опять же, это подмена, это нечто другое. Это не то, что они имеют здесь в виду, да еще и в кавычках. Итак, РУР и РУП являются обозначением валюты российский рубль, а не валютой. Соотношение российского рубля к доллару, евро, юаню, экю, билету Банка России, российскому рублю, золоту не установлено. Понял? Соотношение российского рубля к доллару, евро и так далее. Я им показываю на табло. Девочки, вот вы даете мне ответ, что не установлено у вас соотношение к российскому рублю, евро и доллару. А вот там у вас табло висит, вы там что меняете? Не знаю. Глаза делают огромные. Понимаешь? Вот какие чудеса-то, когда начинаешь выяснять. Дальше. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается. Между рублем. Не российским рублем, не клиринговым, а просто рублем. Дальше. О, вот тут тоже очень интересно. Надо очень внимательно, ну, вопросы правильные задавать, во-первых. А во-вторых, внимательно читать вот эти потом ответы у них. Итак, в настоящее время денежной единицей в России является российский рубль, введенный, с большой буквы, введенный в 1992 году. Денежная эмиссия, осуществляется ЦБ, дальше рубль, является законным платежным средством. Обязательно к приему. Рубль является, рубль, услышал, да, рубль? Не российский рубль, не еще там какой-то, а просто рубль является законным платежным средством, но не денежной единицей. Дальше читаем. Банкноты, в скобочках банковские билеты и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа. То есть, не денежной единицей, не платежным средством, а просто средством наличного платежа. Вот что такое эти ББРы. Опять же, на территории Российской Федерации, вот только что вы мне написали, что нет никакой валюты, да, стран-территорий у Российской Федерации, тут какая-то территория появилась у Российской Федерации. Хотелось бы ее увидеть. Я им задавала вопросы по поводу делимитации и демаркации границ. Были ли? То есть, если ваша Российская Федерация получила какую-то территорию, то должны были быть проведены делимитации и демаркации госграниц СССР. Есть такие документы? Они мне дают ответ, что не в их компетенции. Это честно, такие вопросы. Дальше. Банкноты, банковские билеты являются средством наличного платежа и обеспечиваются всеми активами. Вот про активы тоже надо вопросы задать. А что это за активы, откуда они взялись и вообще где они и в каких объемах? Конвертация между кодами валют 810 РУР, что 43 РУР, 002 СУР, не производится. Так, и еще тут было очень интересно, сейчас тебе еще найду, про валюту было интересно. А про то, что рубль обеспечен золотом. Так, про этот, про советский рубль, как он был золотом обеспечен. А сейчас-то пишут, что ничего, ни к чему не привязан, ни к золоту, вообще ни к чему. Как вы только обмен валюты производите, вообще мне непонятно, что на что вы там меняете, если у вас курс официальный, соотношение не установлено. А, ну вот, кстати, я задавала, не задавала вопросы, а требования написала, чтобы они мне предоставили документы, как вообще все фонды, все активы, архивы, ну, в общем, вся вот эта собственность наша, собственных наших сберкасс советских, каким образом, через какие документы, законы, акты она перешла к Российской Федерации-то вообще, ну, или к России, там, Российской Федерации России. Как вообще, на основании чего все это произошло? И вот они мне, ну, естественно, отписку дали, что сберегательный банк СССР, расшифровку дает полный Союз Советских Социалистических Республик, является правоприемником сберегательных газ СССР, правоприемником. Но я-то требовала документы. Вот, понимаешь, самое главное, таких нужно требовать от всех документы, на основании чего вы утверждаете, что стали преемником? Ну, предъявите документы, на основании чего преемственность эта произошла. Дальше, в 1987 году в рамках перестроечных реформ сберегательные кассы были реорганизованы, сберегательный банк СССР. Я задавала, не задавала вопрос, а требовала предоставить мне документы, ссылки на законы, как происходила процедура перевода. Видишь, молчат. А для этого, чтобы ответы пошли реальные, нужно, чтобы я не одна, а чтобы вся страна заботилась этими вопросами, задавала им по всем городам и весям, что называется. При СССР действовал общесоюзный классификатор валют в соответствии с общесоюзным классификатором валют, утвержденным там госстандартом 1984 года, номер 158, рубль, который обращался, опять же, рубль, просто рубль, понимаешь, просто рубль, который обращался только внутри СССР и не обменивался на другие валюты, имел кодировку 002 СУР. И с 1961 года золотое содержание рубля составляло 0,987412 грамма золота. Да, вопрос нужно задавать, куда делось это содержание, и почему сейчас наша валюта, вот этот тот самый рубль, при котором вы нам пишете, что он является до сих пор единственным законным, почему он не обеспечен золотом и чем бы то ни было не обеспечен, на основании чего вы произвели вот этот вот грабёж, по сути грабёж, понимаешь, взяли, отвязали, да? Вот советский рубль всегда был привязан к золоту, к драгметаллам, как это было написано на купюрах, да? И всему достоянию СССР, Союза СССР, кстати, Союза СССР, а не СССР там, да? Обратил внимание на этих советских купюрах, как было написано, что это билеты, которые или казначейские, или банковские, госбанковские, обязательные к приёму на всей территории СССР и обеспечены всем достоянием Союза СССР, понимаешь? То есть вот исходя из этой надписи на наших деньгах, территория была закреплена за СССР, управляющей, так скажем, компанией, да? А достояние всё находилось в Союзе СССР. Я вот это так понимаю. И вот надо дальше задавать вопросы. Куда делось всё это золото, которое обеспечивало все наши рубли? И как вообще все эти махинации происходили? По сути, открытый грабёж с нашего добровольного согласия, по нашему непониманию, как работают все эти механизмы. Понимаешь? Что с этим делать? То, что делаю я, и вопросы задавать, и разбираться в этом. Потому что если мы, ещё раз, если мы не разберёмся в механизмах, в подробностях, прям вот механизм весь не увидим, мы не сможем ничего с этим поделать, они нас дожмут. То есть у нас выхода нет, но мы обязаны во всём этом разобраться. А для того, чтобы в этом разобраться, нужно задавать им правильные вопросы, совершать юридически значимые действия, понимать, куда мы идём, и для чего мы идём, и для чего мы всё это собираем. Не для того, чтобы бумажки нас как-то спасли, а для того, чтобы в ситуации разобраться. Разобраться в схемах вот этого глобального грабежа и обмана советского народа. Потому что если мы не разберёмся, то это не сделает никто. Ну, в общем, наверное, будем... Ты всё молчал, да? Весь разговор. Вот. Ну, вот это в основном такое, чтобы народ не сидел и не ждал. Ничего не дождёмся мы, если будем сидеть. Нужно отрываться и действовать. По банкам, по паспортным столам и по ЗАГСам. Вот это три основных направления. Добро, благодарство. Благодарю тебя за внимание. Давай, счастливо. Давай. Добро, благодарю тебя за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok